Куда приятнее пообщаться с нашими коллегами из Керчи сейчас, чем слушать Димины вредные советы. Поэтому яблоки, картошки и даже рыба с асфальта. В каждом городе есть стихийные торговцы, и об этом мы сейчас поговорим с Екатериной Рябовой. Она на прямой связи со студией говорит, доброе утро. Как в Керчи борются с незаконным товарооборотом? Доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. Керчь – город Приморский, поэтому у нас стихийные торговцы реализуют не только яблоки, фрукты, овощи, но еще и сезонную рыбу. Это хамсу и пеленгаз. Понятно, что такая торговля, незаконная деятельность в неположенных местах заставляет дискомфорт жителям. Как с этим борются, мы сегодня побеседуем с нашим гостем, начальником отдела развития предпринимательства и потребительского рынка, управления экономикой администрации Керчи Георгием Туманяном. Доброе утро. Доброе. Георгий, расскажите, где чаще всего действуют незаконные торговцы, какие места их привлекают? Их основное место – это улица Борзенко в районе мостового перехода на автовокзал в городе Керчи. Там есть рынок, и возле данного рынка уже так исторически сложилось, что они все время там торгуют. Это их излюбленное место на территории города Керчи. Какую продукцию они реализуют? Плодовощная продукция и рыба. Плодовощная – это у них идут овощи, яблоки, мандарины, все подряд. И также рыбная продукция. И хамса, пеленгаз, то есть по пути не. То, что идет по пути не, то они и реализуют. Но они вот работают, как правило, рядом с рынком, да? Вот почему на сам рынок они не переходят, не действуют там? То есть почему деятельность свою ведут в неположенных местах? Они размещаются в местах наиболее проходимых. То есть поток людей там самый большой, и, соответственно, клиентов у них там больше всего. Поэтому им невыгодно идти туда. Они встали там, торгуют незаконно, они ни за какие места ничего не платят. Поэтому они там и размещаются. А вот почему эта деятельность незаконна? Вот что конкретно они нарушают своей работой? Они не заключают договора на размещение. У них нет никаких санитарных книжек, не оформленных правоотношений с продавцами, не оформленных как предпринимателей. То есть никакую уплату налогов они не осуществляют. Поэтому данная деятельность незаконна. И можно судить, что продукция, которую они реализуют, может быть также еще и опасной, да? Да, конечно, там полная антисанитария. Расскажите, как в управлении экономики борются вот с такой деятельностью? Какие меры предпринимают? Администрация города Керчи создана специальная рабочая группа, которая занимается выявлением и пресечением данных правонарушений. У нас в состав этой рабочей группы ходят сотрудники администрации города Керчи, правоохранительных органов, ветеринарного надзора и контроля, налоговой службы и экологической инспекции. Мы регулярно проводим рейды на постоянной основе. Плюс еще помимо того, что рейды проводятся группой, отдельно сотрудники администрации города Керчи на постоянной основе осуществляют выходы в те места, где осуществляется стихийная торговля. То есть вот такие меры мы принимаем. Насколько эффективны эти меры и есть ли какие-то данные за прошлый год об эффективности такой работы? В том году официально именно группой было проведено 100 рейдов. Протоколов по статье 6.1 Закона Республики Крым об административных правонарушениях составлено 168. Изъято 2300 килограмм рыбы и в районе 50 килограмм мяса. К примеру, 2-3 года назад изымалось рыбы более 4 тонн. На сегодняшний день уже сумма уменьшилась. Уменьшилась, потому что места, где реализуется стихийная торговля, уменьшились. То есть если раньше это был весь город, то сейчас это осталось самое проблемное и самое больное место. Это улица Борзенко в районе мостового перехода. То есть результат имеется, но нужно в дальнейшем, чтобы полностью устранить эту стихийную торговлю, уже думать новые меры. Георгий, могут ли узаконить вот эти люди, стихийщики, свою деятельность как-то? Перейти вот в законное русло, получить место на рынке, либо, допустим, воспользоваться ярмарочными площадками? Да, они могут это сделать без проблем. Например, во время проведения наших рейдов мы неоднократно гражданам, которые осуществляют стихийную торговлю, предлагаем рассмотреть возможность перехода и осуществления торговой деятельности в рыбном корпусе, на самом рынке. Вплоть до того доходило, что сами мы шли, общались с руководством рынка, эти места им предоставляли на рыбном корпусе. Но стало им туда перейти, неделю они там торговали, и потом обратно возвращались на стихийную торговлю. Георгий, большое спасибо за информацию. Будем надеяться, что проблему стихийной торговли в городе Герой все-таки удастся разрешить. Я напомню, что сегодня мы и беседовали о стихийной торговле с нашим гостем, начальником отдела развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономикой администрации Керчи Георгием Туманяном. Коллеги, у нас пока все, передаю вам слово. Спасибо большое, Кать. Ну, хорошего настроения и спасибо за такую информативную беседу. Спасибо.